Экстренная замена в команде Алтай. На этот раз процедура коснулась не игроков, а тренерского штаба. Вместо тандема Соловьев-Бакланов на тренерский мостик поднялся тандем Климов-Обухов. Теперь уже бывшие наблюдают за действиями коллег исключительно с трибуны. Ну, обидно, конечно, как не обидно. Да, ну, тем более команда сейчас смотрится. Это уже вторая попытка нового штаба возглавить клуб за последние месяцы. Первая не сыграла. Якобы тогда на решение руководства команды наложили вето в Краевом управлении спорта. Мол, без нового министра никаких назначений. Дождались, сменили. Давайте, пока я не буду давать оценку ни первым, ни вторым. Придет конец сезона, и мы, как говорится, с вами встретимся и все обсудим. Пока остальное все без комментариев. О причинах таких кардинальных перестановок в самом клубе хранят молчание. Лишь говорят о том, что расстались без скандалов и выполнили все условия по контрактам. Соловьеву никаких вариантов продолжения карьеры не предложили. Бакланову вновь вернуться в детскую школу в качестве тренера. Пока взял паузу, думает. Думает и новый тренер команды, что же делать с такой командой. Я еще раз хочу повторить, мы в созидании очень слабо вообще играем. Очень слабо играем. В обороне слабо играем. Здесь слабо играем. Ряд игроков к ней подготовлены. На лавку смотришь, кого выпускать. Вслед за тренерским штабом заявление написал врач команды, который работал в клубе с самого основания и до, еще во времена мотора. Пока же от перемены мест результат не изменился. Алтай проиграл и второй матч Чебоксарам. На этот раз за счетом 1-3. Впрочем, быстрых положительных достижений никто и не обещал. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.